Что там с нашим силовым удержанием в заложниках в государстве РФ? Вас никто не держит. Можете сваливать. 21 апреля. 21 апреля. Значит вам звонит семья писателя Гановой Людмилы, Цуриков Илья Александрович, Цуриков Александр Иванович. Что там с нашим силовым удержанием в заложниках в государстве РФ? Вас никто не держит. Можете сваливать. Сваливать? Каким образом? Каким образом? Ну, как с ним вам удобно. Можете автобусом, если в Казахстан. С самолетом, если в Монголию. Куда вы там походите? В Монголию? На каких правовых основаниях? А на каких правовых основаниях товарищ Путин не решает вопросы 20 лет? Вы же вину с него списали уже? Товарищ Путин вам ничем не обязан. Конституция его обязала. Ну, нифига себе, не обязан. Давай познай. А что трубочку положил? У нас нет денег на автобус до Казахстана. А что там в Казахстане-то? А что там в Казахстане-то? Демократия? Это государство, да? Правовое. Светское. РФ, наверное. А уголовные дела кто организовывает? Не организовывая рассмотрение политического вопроса 22 года. И политического убежища. А кто товарища Путина здесь держит? Это тоже вопрос. Почему он не сваливает? Да. На каком основании он здесь сидит? Он что-то не берет. Дежурная ФСБ Барнаула. Убийство старушкой семьи на основании... Ну, вот на этом основании он здесь сидит. Поставленный американской демократией. Да. И помогает уничтожить светскую информацию. И семью писателя, который поднял эту тему. О восстановлении легитимной власти в России. А что же не в Англию, например? Или в Испанию, в Монголию или Казахстан? Не берет. Номер не отвечает. 13.20, ФСБ, Бийск. А мы хотим официально, официально. Нет сигнала сети. Разъединение. А не пешком в Монголию? Раньше баранов из Монголии к нам гнали своим ходом. Да. 104.8502. А это семья писателя Ганова и Людмила, Цуриков Илья Александрович, Цурикова Екатерина Александровна и Цуриков Александр Иванович. Что там слышно о нашем удержании в заложниках, в политическом гражданстве? 22 года, да? Вы в курсе уже, что нас здесь удерживают силой. Что за бросание трубок? Давай еще позвоним. Это что вообще такое? Ой, непонятно, ничего. Что это такое? Мы ничего не понимаем. Моя твоя не понимат. Вы объясните, пожалуйста, нам. Сейчас вот нам в Барнауле сказали, вы сваливаете в Монголию. Это как так? А товарищ Путин-то вон по Конституции обязан решать вопросы гражданства. Вы официальный документ-то направили ему? Какие-то помехи. Алло! Алло! Это что? Вопросы политического гражданства. Мы звоним. Семья Цуриковых. Да, Путин по Конституции решает вопросы политического гражданства. Он их не решает. Мы здесь в заложниках, без средств к существованию, с организацией уголовных дел, химических отравлений, фосфорорганикой, новичок хлороперифос, подъезды на улицах, химтрейлы, электромагнитное облучение, медленное убийство здесь. Алло, ФСБ, представители государства. Представьтесь, кто говорит-то нам в Монголию-то сваливать. И на каком основании-то? Алло! Ну вы себя что ведете-то так? Куда спрятались-то? Алло! Ну молчат. Ложим трубку. У меня денег-то ограничено, ладно. Извините, бросаю трубку. Ложу. Вот такие ребята веселые, да? Да. Организованные государства. Вот, да, да. Кто-то считает, что это государство. Кто? Кто? Есть такие еще в России? Наверное, доверенные лица. Главное, сваливайте в Монголию. А товарищ Путин, ему в Америку прям билет заказан. Ну, в американскую демократию. Но он там не нужен. Не нужен. Он здесь нужен. Для уничтожения, видимо, монархии в Европе, да? И в России. И в России, да. Чтобы отсутствовали возможности ее восстановления. И ее восстановления, да. А это главное. Без этого мы все погибнем здесь, от этих товарищей. Из демократии. Да. Да. Да, здесь даже кислорода нет. Пролетели товарищи над городом. Распылили здесь какое-то белое вещество. Да, да. И вот эти товарищи, которые защищают товарища Путина, они даже предали своих детей, семью. Страну. Страну. Себя. Кто-то там про предателей каких-то разговаривает. Они даже себя сами убивают. Они же дышат этим же самым воздухом. В этой же самой электромагнитной реальности про звукового оружия находится. Эти же самые машины ездят с химическими уже 6-9 тонники КамАЗа, обливают в час ночи улицы города. Они в какой реальности находятся? Инфернальные, мне интересно. Все эти люди вокруг. Они думают, что неплохо устроились некоторые, он типа Невзорова, Гордона и так далее. Да. Ходорка. Да. Акунина, Чичваркина. Ихние каналы на Ютубе с бомбежкой, там, я не знаю, чего, Москвы, Урала, да, и так далее. В Сибири. Не преследуются. Прекрасно. Прекрасно себя чувствуют. Комментарии им пишут. Мы вот на своем канале не можем написать комментарий. Он куда-то исчезает тут же. То есть они в заложники канал взяли, художника, мой канал, артист Илья Цуриков. Не написать комментарий. Там телефон привязан, говорят, не привязан. То есть вот такие методы. Вот как здесь примерно. Так и у них в Америке. Они и тот канал в заложники взяли угрозами. Мы на него не заходим уже несколько лет подряд. Вообще. Да. Угроза удаления. У Гордона там ни одного удаления, он кого-то бомбить хочет. Да. Прекрасно себя чувствует с несколькими каналами. Правая оценка преступлений американских ему не нужна. Да. Все дети у него в Европе, да. Кстати, а вот этот канал Dailymotion только начали загружать, удалили. Поэтому угрозы не беспочвенные были от YouTube, видимо. Здесь они воспользовались. Да. Кто хозяин французской демократии? Кто ответственен за уничтожение светской книги писателя Гановой Людмилы «Русская монархия», за ее убийство в мире? Смотрите, молчание в мире. Хотите за Путина, Макрона спрятаться, да? Да. Ах, диктатор. Американская демократия, да. А потом другого, третьего, преступления все нарастают и нарастают, да? Общемеровые уже. Тренд такой, да? Ну, собственно, что нам известно уже сейчас? Какое понимание? Что если это не монарх, да? То и спросить-то некого. Ну, кто такой Макрон? Кто? Что с него спросить? Какие выборы? Через некоторое время его не станет. Какие партии, кто их спонсирует? На этом месте. Понимаете? То есть, если это нелегитимная власть, это вот они с их преступлениями такими глобальными. Собственно, личности-то нет сказать, что происходит в мире. Кроме Гановой и Людмилы не нашелся ни один человек на всем белом свете, который не сказал бы, что происходит в американской демократии. Ни правовой оценку дать их преступлениям никто не может. Никто слово молвить человеческого не может. От масштаба личности все зависит, как она писала. Какую тему может поднять человек, да? Ну, Невзоров может оскорблять невинно убиенных. До сих пор он там и сидит. Но это не просто так. Это все с последствиями. Очень нехорошими для мира. Ну, наверное, он уверен в обратном, что он неплохо устроился в американской демократии. Хотя ему уже намекают про Зеленского, который попадет на Гаагу или нет. И вручал ли он ему паспорт гражданина Украины лично или нет. Нужны ли им эти проекты, Зеленский и Невзоров? А все это отсутствие правовой оценки убийств Романовых, да? Все эти государства, все их демократические ставленники, все эти войны внутренние. Они изучают английский, испанский, намекают на это. Смотрели интервью B2. Он говорит о том, что его дети живут в Англии. Испании и Норвегии. И Дании. А, и Дании, да? Да. А сам он там. Сам он живет в Испании, купил две квартиры. И на концерте спрашивают у куратора, говорит ли ему, сейчас ли слава Украине, живи Беларусь. Понятно, да? Так же и Невзоров говорит. Так же они все говорят. Так же и Гордоны говорят, и их СМИ. А то, что здесь правовой оценки нет, да? Убийств легитимной власти. Здесь тусуются, собственно, кто? Да никто, да? Не ответственный ни за что, да? Вы понимаете, что здесь нет никакой власти. Не то, что легитимной. Даже просто диктаторы никакого нет. в монархиях, то есть понимают, что это такое. Почему именно Испания их интересует? Би-2. Глюкозу певицу. Да, Никиту Михалкова. Испания интересует. Дом, да? Ходорковского, Акунина, Чичваркина. Да. Они прекрасно понимают, да? Но они живут в монархиях, уничтожая монархии. Понимаешь, да? Да. Идеология и демократия. И продвигают они идеологию и демократия. Вот это протестно-революционно-выборное. Они продвигают геноцид, массовое убийство людей. Экзотические системы вооружений в мире. Как это страшно. Стишок вчера написала. Ну, зачитай. Как это страшно. Ты говори, я потеряла. Где-то я видел твой стишок. Ну, подожди. Где-то есть. Вон он. Почитай. Так. Так. Хуис Б. Росгвардия во дворе. Звоночки по телефону. У Путина воробей на голове. Представители о междемократии в РФ. О. Илона Маска. Ну, это эпиграмма поэтическая. А вот. 20 апреля 24-го года. Старатели уничтожения информации. Тема века. Тема страны. Главное для всего мира. Монархия. Идеологи. Название демократии. Методология уничтожения. Геноцид по формуле обывательского мышления. Спасатели утопленников. Сожженных и взорванных. Мирная идеология. Войны. Без остановки для всего мира. Современная поэзия Кэт Ганн. Почитала, да? Свежая. Да, вот 20-го. Из-под пера. Из-под пера, да. С блокнота. Ну еще почитай что-нибудь. Тут у нас ФСБшники в роликах были. Сваливайте в монголы. Не, я к монголам прекрасно отношусь. Да, прекрасно. Это вот Алтай здесь. Монголия и Казахстан. Алтайский край границ. Прекрасный народ монголы. И казахи тоже. У нас вот Казах здесь лук привозил. Хитрый такой. Представители закона, страны, гарантов страны, государства, идеологии демократии, возглавляющего его убийцы. Отражение стандарт. Представители свободы с той и с другой стороны. Выполняют приказ. Даже устный приказ. Орудие для раба раб. Приверженность. Личность создает общество. Человек создает мир. 18 февраля 2024 года. Для рабов промывка мозгов на фоне звучащей идеологии. Везде и всюду. Всегда. Стандарт. Так тянутся побеги. Инкогнито в кавычках в телефонной трубке. И перед тобой те, кто знает, что делать. Так, еще. Почему жизнь стала игрой? Принятию решений. По направлению буксир. Каждой лодке никто не сидит. Управление обставляет кто-то другой. Кегли стали сбивать. Глаз улитки забеспокоились. Каждый сам за себя. Общим бандосом скорбь. Защищают свои преступления. Свой человечек всюду. Спектакли должны будут вынуждены сыграть. Нужно ваше уничтожение. Попугая мировое сообщество. С огромным ресурсом. Право, расследование, собственное понимание. Нет. Повтор заданных линий. Повтор заданных линий. Плоскость и мышление. Сила, вопрос. Преступников в зверевшей расправе. Не связывайтесь. Смерть неизбежна. Вот. А к вопросу, кто вас здесь пытает, да? Мы уже ответили. Господам. Нет, товарищам из ФСБ. Они с миллиардами остались товарищами. Несмотря на миллиарды, они остались товарищами. Экзотические системы вооружений. Химическое распыление в воздухе. Здесь отсутствие кислорода. Здесь электромагнитное облучение. Ты просыпаешься мокрый. Здесь... Много лет просыпаешься мокрый. Да. Даже какая-то... Если почитать, то они так клеткой реагируют. Мы смотрели физиков. Из еще оставшихся еще школы советской, из университетов. Некоторым под 70, под 90 лет. Они рассказывали... Ну, там еще Владимир Тюняев, книга 5G. И несколько выступлений их на конференциях. Очень интересная информация от физиков, биологов, ученых еще той школы. Когда они доказательно, ссылаясь на труды, изучение этого облучения за 100 лет. На опыты. То есть базис, понимаешь? Доказательная база, аргументация. Да. Вот этот сигнал электромагнитный, да? Он оказывается... Вот есть ионизирующее излучение. Это радиация, да? Которая накапливаемую дозу имеет. Сколько там в день, да? И электромагнитное, это оно тоже имеет, оказывается, накапливаемую дозу. Вот это электромагнитное, от спутников Илона Маска, от 5G, значит, и 4G, там, станции, да? Он скрыт их по коммерческой тайной. А вот это облучение микроволновое, да? Современное. Оно импульсов в секунду. Там миллиарды импульсов, миллионы миллиарды импульсов в секунду. То есть клетка дрожит просто вот весь организм. То есть... И ученые говорят об этом воздействии. Что это? И как это влияет на организм. Почитайте эту книгу, почитайте ученых. Вообще, что здесь творят эти товарищи? Да, биоэлектрика нарушается. Это американская демократия. Это незаконные... Введения, методы войны. Введения войны. Это вообще такие тяжкие преступления, тяжкие последствия, да? Я никогда для... Это такие дичайшие преступления в мире, их не технологии, гмо, вот это вот, все это, оружие это электромагнитное. Они-то все так на обывательском мышлении. Якобы у них... Все это и не исключили. Это бизнес-супермен Илон Маск, который вдруг запустил несколько тысяч спутников с военной технологии. Это государство. Ну, как это может быть? Ну, что вы? Не в детском саду же мы, чтобы этому верить. За закрытым документацией, расследованием для всего мира. Его нет. Вот вы молчите, и вас продолжают убивать. Перестаньте молчать. Вы совершаете преступление, молча. Перед своей страной, перед своими детьми, перед обществом. Вы, лично. Вас все равно убьют. Убьют медленно, болезнями, облучениями, отравлениями. Убьют. Перестаньте молчать. Если бы вы все перестанем молчать, это бы прекратилось. Понимаете? Они все согласны, что их убивают, да? Что они не понимают, там, или в рамках американской идеологии демократия рассуждают, кто виноват, в чем, да? Их запутали, их обвели вокруг пальца. Их уничтожают. Всех вас. Они заняты личным спасением. Ну, ведь здесь невозможно спастись. Да? Они вот купают квартиры в Испании. Цукерберг, да, там, второй бункер себе строят, пишет. Но ведь его достанут из этого бункера. Вместе с его с детьми и с женой, да? Китайской. Вот, Микки Рурк был миллионером. Он же остался в трейлере с собачкой. Умеют они преследовать, что-то там сказал. Да. Да. Ну, вот они покупают в монархиях квартиры, виллы и молчат о монархии. Да, и продолжают ее уничтожать, да. Он Би-2 ни разу не сказал слово монархия. Да. Но детей пристроил именно монархию. Демократические страны, вот это демократические страны, да? Для себя они, типа, они заняты спасением себя, своих детей. Да. Только по-другому. Убивая всех вокруг. И участвуя в этом. Посмотрите повнимательнее на этих товарищей. Да? Как они крутятся, выгораживая себя. И убивая, превратившись в массовых убийц. Ладно. У меня правового. Поля, да? Поля, институтов. Да, требуют у них там какие-то апелляции, да? Когда сами они являются преступниками. Просто исключили свободу слова из своей жизни, да? Занимаются политической цензурой и уничтожением. С политическими преступлениями, поддерживая массовые убийства. Вот кто такой. Ютуб, Дейли Моушен, Макрон, Байден и прочие. Это не судебный орган, не международный суд. Это не организация, которая знает всю медицинскую информацию последней инстанции, что точно известно. Да. Без расследований всего. Я думаю, осталось немного времени американской демократии и Ютубу, которые занимаются такими. Эти вещи станут известны. Убийство писателя Ганови Людмилы, сокрытие ее книги, удаление и замалчивание разными мерзкими способами. Да они и сами своих проектов уничтожают, я думаю. Да. Они и сами не против уничтожить свой Ютуб, как уничтожили Инстаграм. Там, в общем-то, сейчас идет уничтожение Твиттера, Фейсбука. Ну, это инструмент, конечно. Оттоп сегмента русскоязычного. Они разными способами, чтобы люди не смогли там зайти и так далее. Уже пробуют разными. Да. Поэтому, но я думаю, что у спецслужб осталась информация о нашей семье, о нашей видео и аудио, и аудиокниги, и наши работы, и наша жизненная история. Да. Лайф-стори. Да. Подумайте над тем, что действительно важно в этом обществе, да? Ни их преступления, ни их массовые убийства по замалчиванию темы восстановления легитимной власти. А они хотят именно замолчать. А какими способами вот именно эти? Убийством писателя Гановой Людмилы. Убийством семьи, дискредитацией семьи. Выкидывания информации, видео и так далее. Просмотров. Ну, все эти отвратительные способы мы рассказали. Да. Готовятся они к нашему уничтожению. И к уничтожению тех, кто на них работают так же. Они им не нужны. Да. Они им об этом говорят в прямом тексте. Ни Немцовы, ни Навальные, которые радостно туда крылышками махая в Пентагон порхают. Ни Путины. Ни Макроны. Да. Вот. Ну, ладно. 21 апреля 12.21. 24 год. Главное управление МЧС по Алтайскому краю. 8.382.65.82.19. Приурочено завтра же день рождения американского террориста В.В. Ленина, убившего царскую семью. В.И. В.И. Да. Сеть занята. Что это может занята? В.И. 65.82.19. 7.2. МЧС России по Алтайскому краю. Главное управление. Телефон доверия. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Оперативный дежурный. Сукс Малыгин. Какой дежурный еще раз? Оперативный дежурный. Сукс Малыгин. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. А фамилию я не раз слышал. Малыгин. Малыгин? Угу. Очень приятно. К вам звонят семья писателей Гановой Людмилы. Значит, Цуриков Илья Александрович, Цурикова Екатерина Александровна и Цуриков Александр Иванович. Я бы хотел, чтобы вы зафиксировали у себя в журнале, что мы... Что? Какой вопрос? Вопрос политического гражданства. В 2002 году мы отказались от политического гражданства. Вопросы политического гражданства решает у нас по конституции ВВ Путин. Мы здесь удерживаемся в заложниках. Подождите. Мы здесь удерживаемся в заложниках и убиваемся. Против нас составляются уголовные дела и расправы разнообразные, да, против которых на моем блоге... ...рошеннонкилив.ньюс.блог и так далее. Написанные письма в Международный уголовный суд вы, пожалуйста, зафиксируйте. Вы откуда звоните-то? Я звоню в город Биск, Мерлина 2, 149. Так, город... Биск? Город Биск, улица... Улица Мерлина, дом 2, квартира 1, 4, 9. Мерлина... Слушайте, ну вы что, вы... Сейчас зафиксируем город Биск, улица Мерлина... Так вы так не зафиксируйте никакое преступление. Вы должны... Летчики, вот знаете как, они запоминают номер телефона с первого раза. Где вы проживаете? Ну я сказал Мерлина 2, 149. Мерлина, дом 2, квартира 1, 4... Мерлина 2, квартира... 149. 149. Да. Так, Мерлина 2, квартира 149. Кстати, эти самые летчики, сегодня у меня крест X на еще чуть-чуть синем небе. А сейчас небо все молочное, спустя вот полчаса. Мы видим. Да. Здесь применяются экзотические системы вооружения США. Военные самолетки... А где именно вот эта информация? Возможно. Это видеоинформация. Это документальная. Я не говорю ерунду. Я вот вышел с молочной истинной. А? На сайте где-то увидели информацию политического гражданства. Это 20 лет назад. Мы написали письмо в администрацию президента, и там, значит, пришел ответ, что им, значит, передано. Получено имя. Нам ответ пришел. Товарищ Путин не решает. Значит, он занимается клятво преступлениями. А, что не решает? Да. Ага. То есть мы здесь в заложниках находимся, как вы понимаете. Убиваемся какими методами? Химические. Отравление, фосфорорганика. Расследование видео. Ваш номер телефона можно? Нельзя. У ФСБ есть. Я не помню. Ваш номер телефона. Чтобы разобраться в судно-диссидации. С чем? С политическим удержанием? С гражданства, да. С каким образом? С каким образом? Вопрос ваш, какой должен, чтобы я разобрался? В чем именно? Вот мне и надо, чтобы вам потом это отзвониться. Так, вы можете передать это в ФСБ. Но вы мне все равно представителю президента. Плотникову. В Алтайском крае. Он представитель президента. Плотников Роман Павлович, это директор УФСБ. Немного номер телефона надо. Я не скрываю. Какой? Восемь девять... Вы опять будете записывать его полдня? Восемь девять... Нет, не было. Только с первого раза запоминайте. Хорошо. Восемь девятьсот один... Шесть четыре пять... Семьдесят семьдесят два. Шестьсот сорок пять. Вы же сказали, с первого раза запомните. В девятьсот один шестьсот сорок пять. Дальше. Семьдесят семьдесят два. Семьдесят семьдесят два. Да. Только вы должны разбираться с товарищем Путиным. А мне можете не отзваниваться. Хорошо. Да. Дальше. Химические отравления химическими веществами, фосфорорганика. А вы скажите, уважаемые, вы своих родственников американской демократии сдали? Вы же их предали, вы сидите на работе, вы должны следить за состоянием воздуха. Здесь химические распыления неизвестных веществ. Здесь фосфорорганика в подъездах брызгают люди. Здесь машины ездят химией, города обливают уже. Вы же их предали своих маму, не знаю, кто там, жену, детей. Разберемся по вашему направлению. Разберемся по вашему направлению. Нет, вы ответьте, вы их предали, американской демократии и Путину в заложники отдали, да? С кем вы со мной разберетесь? По вашей заявке. Нет, по вашей заявке тоже. По вашей заявке. Ну вы для себя ответьте, вы же их предали, всех, кого вы обязаны защищать здесь. Вы же офицер, да? Да. Да. Никого не предали. А вы не хотите посражаться? Никого вы не предали, а вот здесь поаккуратнее. Понятно, да? А, все, да? Ловко здесь, значит, песиков делают, да? Американская демократия, ФСБ и коммунистический строй, да? Что, не захотел разговаривать на тему предательства? А он их предал всех, да? И все вы предали здесь. И свою семью предали. И будущие поколения, и детей, и вообще всех. Понятно, да? Запугала вас американская демократия, Илона Маска, Клауса Шваба, президенты Байдена и товарищи Путины. И именно этим занимаются, знаешь? Типа вот Невзоров разговаривает. Массовым убийством. Вот он для чего это делает? Чтобы сказать, что он... Каждый день предает Россию в интересах США, да? Илона Людмила писала, им важно доказать, в кавычках, аргументировать, что не зря они предали, что устроились они там в комфорте. В комфорт, да. 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 Но только они все предатели. Зло у них всегда побеждает, поэтому они правильную позицию выбрали в этом обществе. Да. И служить кому? Да. Американской демократии. И очень важно, чтобы всех этих товарищей Путиных, Плотниковых и безымянных ФСБшников, да, не разорвали на куски за предательство, за убийство своей страны, чтобы был международный уголовный процесс, светский, да? Не обязательно даже их садить в клетки, но преступники должны быть названы, то, что это преступники. И чем они занимались в стране? Массовым убийством и геноцидом своей страны, по устным приказам из Пентагона они занимались здесь, понятно, да? И они продолжают отравлять и убивать. Продолжают летать над городом, распыляя. Военная авиация. Хотя над городом. Вот эта нечисть, эти летчики, да, которые приходят к своим семьям, к детям, да, распылив очередную дозу химических веществ каких-то, да, продолжают жить, да? И ведь он знает, этот товарищ из МЧС, что не берутся здесь, знаете, химикаты и прочее никаких, официально никаких анализов. Да. Общество к ним не имеет доступ. Нет у них, нет у них, даже то, что раньше брали отчет о состоянии экологии, в кавычках, даже на это сажу, и то нет отчета. Они просто не вывешиваются. Уже много лет, да. По мониторингу. Звонили в это. Министерство экологии, и там какая-то станция под Новосибирском, у нас-то в расследованиях, русская монархия, фрашенмонокилиев.ньюс.блог, да? Звонили этим товарищам в эти лаборатории, как там проводится это все. А вы молчите, чего? Чего? Вы основная масса народа. Вы чего молчите? Чего ждете? Своей отложенной смерти? По системе они, этой же организации, которая распыляет, она же и берет анализы. Центр гигиены и эпидемиологии, например, в городе Бийске, там как он начальник? Ганин. Ганин, да, там сидит, да. Роспотребнадзор, все это. Ганиная яма. Они получают инструкции из Пентагона. Понятно, да? Из ВОЗ, из всяких. Понятно, из чего, да? В лаборатории чувак говорил, что не знает он, откуда ему привезли пробы и кто. Да, и какая организация. Да. Обезличена. Понимаете, да, как все здесь? Информация. А законы эти преступные, да, это же все в документах у них. Международный уголовной суд. Это все в документах, эти все преступления, молчать о них бессмысленно. Их схема, по какой схеме они осуществляются в обществе и мире. Да. Их идеология демократии, их выборные президенты во Франции, в Германии и так далее. Вот, например, 18 апреля 2024 года удалили с Daily Motion канал Family Цуриков «Русская монархия 21», «Russian Monarchy 21». Да, Daily Motion – это французский видеохостинг, видеосервис. Ну, около 200 видео, книги, писатель Ганова Людмила. Да. Почему? Смотри, они спрятались одновременно за ИИ, там, пишут. Они удалили то видео, которое и не было заслано. Я его засылал, оно не смогло «загрузиться», в кавычках пишут. Там, писали, я ушла, а потом приходит письмо на почту, что они удалили это видео, оказывается. И канал удалили. А следом, что удалили канал, деактивировали. Так вот, ответственен за сокрытие информации о книгах лично товарищ Макрон, демократический избранный президент, американский. Это в их идеологии они уничтожают информацию о светской книге, о романе «Русская монархия» Гановой Людмилы. О восстановлении легитимной власти. Писатель Ганна Людмила написала в 2018-м в Нобелевскую премию, самовыдвиженцем выдвинулась книгой «Русская монархия-2010» из проблемы нелегитимности власти в России, чтобы привлечь внимание, что здесь власть нелегитимна. Так вот, они заботятся, чтобы эта информация была уничтожена. Американская демократия. Это их проекты террористические. Ленин, Путин, Навальный. Здесь легитимная власть, убитая без правовой оценки. Это террористический захват и убийство царской семьи. А эти придумали об отречении. На этом их власть. Положили они террориста на Красной площади. Якобы тот отрекся, Николай II. Да не было такой процедуры даже, отречения. Убили они гражданина Романова. Гражданина чего? Вашей террористической страны СССР убили они? Видите, какая фальсификация на протяжении ста лет. И они до сих пор скрывают. Они сейчас даже закрывают свою американскую демократию, чтобы она была не подсудна в будущем. Строят вот этот электронный концлагерь цифровой. Чтобы они не были подсудны. Потому что понимание в обществе пошло, кто они такие, американская демократия. Что они делают в мире революции. Партии свои создают. Выборы, потом геноциды, массовые убийства, снова революции, расширение территории и так далее. И бомбежки еще иногда их. Городов и массовые убийства людей. Сейчас они перешли к экзотическим системам вооружений. Вот все небо. Просто отраву разливают. Документы Конгресса США. HR-2977. Перечисленные. Да. Международному уголовному суду это будет очень странно. Если эти люди не будут в правую плоскость выведены. Занимающиеся геноцидом мира. Партиями, революциями. И те, кто признал так называемую Россию, Украину, Францию после их революции. Это все незаконно. Без правовой оценки убийств легитимных. Они состоят в международном суде якобы. Начали играть в эти. У них в Dailymotion оказывается подайте апелляцию в течение 6 месяцев. В YouTube подайте апелляцию. И все это вне международного уголовного права. Так это фрики просто. Какие-то фрики. Апелляцию. Вопрос. Во что они говорят? Они что, судебный орган YouTube? Dailymotion YouTube. Это что, суд? Какую им апелляцию подайте? Вы докажите вину. В суде докажите вину, что я что-то нарушил в своем видео. Подпишитесь. Для начала. А то они взяли на себя как бы обвинение меня. Вы преступники демократические, скрывающие информацию о светской книге. О ваших преступлениях. По фашистским лекалам те сжигали книги. Мы решили спрятаться. Новый фашизм это просто. Светскую книгу. Информацию о писателе. Об ее убийстве. Товарищ Макрон. Чьи приказы вы выполняете? Что у вас происходит в стране? Кстати, Франция член Международного уголовного суда. Кто будет подавать апелляцию куда? Да. Товарищ Макрон. Камрад Макрон. Кейс-кё-сэ. Трэбо трэбьен. Кстати, если вы, господин Макрон, не восстановите канал, вы обвиняетесь в уничтожении светской книги и о восстановлении, и замалчивании убийства писателя Гановой Людмилы, американской демократии, уничтожении информации о светской книге нацистскими методами. Да, да, да. Это нацисты сжигали книги. И вот теперь вы. Мы вам напишем, отправим в твиттере ссылочку, лично уведомим господина Макрона, президента демократического Франции. Государства. Государства возглавляющего. Что с монархией? Какие правовые выборы у вас, да, американская демократия, а что она сейчас творит в мире? Массовый геноцид. Кстати, обвиняем вас также в замалчивании массового геноцида. Это уничтожение народа, уничтожение природы, химическими реагентами и экзотическими системами вооружений, что отображены в Конгрессе США. Вот так. Вы молчите о происходящем геноциде в мире. Вы молчите об убийствах массовых в России и мире. Молчите. Вот. 22 апреля 2024 года, 11.04. Плотников ФСБ 83852, код города 354665. Генерал-майор Плотников Роман Павлович. Представитель президента РФ. Да, назначенный лично Путиным. На Латарском крае. Вчера нам заявил безымянный ФСБшник, дескать, сваливайте самолетом в Монголь. Да, а мы подумали, ну что же мы, как мы будем представлять Россию на международной арене. И восстанавливать международную арену. Это легитимная власть на международной арене, да. Из такой богатой страны мы, в такой богатой стране живем. У нас отняли все деньги. Землю нашу, наших предков. За 20 лет, да. И вообще вот за эти 100 лет землю отобрали, сделали из нас, собственно, понятно, да? Понятно, да. Да, нищих людей. Не надо из нас сделать нищих людей. Мы живем в богатейшей стране. Да, у нас... А кто вы такие, ребята? Да, вы кто такие? Почему вы не, в кавычках, сваливаете отсюда? Мы, в конце концов, здесь родились. Это наша страна. Мы не заключали договоры с американской демократией на уничтожение России. И, да, абсолютно электромагнитным, химическим и экзотическим системами вооружений. Вещество, хорперифоз, которым нас спрыскивают здесь. Да, да. Поэтому вот звоним плотнику Роману Павловичу. У него же есть имя. Он ломится, как сайгак куда-то там в дебри. И вроде бы есть законодательство, конституция и так далее. Которое, собственно, обязывает гаранта конституции товарища ВВ Путина заниматься лично вопросами политического убежища, да? Ну... ФСБ заявляет, что Путин ничем не обязан. На вопрос, что его обязала конституция, собственно, бросается трубочка. Да, закончики он для кого здесь пишет? И вообще, этот спектакль зачем играет? Да. Да. Шутят, шутят. Но мы тоже пошутим, значит... Пару миллиардов долларов мы покупаем самолет. Летим, например, в Англию. Поживем пока в High Grove House, который купил почему-то американский террорист Зеленский, да? Возможно... А Зеленскому, скажем, ребята, в Америку, вам в Пентагоне, там, печеньки бесплатные будете отовариваться. Ну, вообще, он неплохо ездит в Америку, общается с американским президентом, как мы видим. Почему бы ему не пожить в Америке? Да. Надо как-то восстанавливать легитимную власть в России. А в High Grove House можем пожить некоторое время и мы. Да. Потом, правда, вернуться в квартиру 149. Да. Надеемся, монарх Карл III будет не против, все же. Да. Вот. Ну, а мы звоним плотнику Роману Павловичу и его секретаршем. Рукиной Анне Андреевне. Да. 8382-3546-65. Надо все же сказать, что Анита на рабочем месте, они представители государства. И в рабочее время. Да. Анна Андреевна, здравствуйте. Вас беспокоит семья писателя Гановой Людмилы. Цуриков Илья Александрович, Цурикова Екатерина Александровна и Цуриков Александр Иванович. Мы все же хотели, чтобы вы и вот плотников Роман Павлович прокомментировали наше, так сказать, удержание здесь и вопросы решения товарищем Путиным, вопросов политического гражданства, тем более, что Конститута его все же обязала. А плотников представитель президента? Ну да, плотников. Вот Роман Павлович все-таки он представитель президента, написано. Ко мне какой вопрос? Ну, вот к Роман Павловичу. Ну, вы же сейчас со мной разговариваете, не к Роман Павловичу. Я не уполномочена. Ну, вы же секретарь его. Уполномочен. Вы же представитель власти. Я не уполномочен отвечать на ваш вопрос. Что, значит, не уполномочен? Как раз вот представитель президента и уполномочен отвечать. Роман Павлович, плотников-то. По Конституции. По Конституции-то обязала товарища Путина. А мне вот вчера у вас, значит, ФСБшник без имени заявил, что, дескать, сваливайте в Монголию на самолете. Ну, во-первых, мы только дальше Чемровки на свои деньги не доедем. Из Бийска, как вы понимаете, да? Так что об этом, пожалуйста, вот с Романом Павловичем посоветуйтесь. Доложите ему. Он на месте? Ко мне какой у вас вопрос? Да к Роману Павловичу. Вы же его секретарь-то. Нет, я не его секретарь. Так вы же был я его секретарь. Откуда у вас эта информация? Я не представлялась, но как секретарь. Ну, хорошо, а кто вы тогда, я не знаю. Представьтесь, должность свою назовите. Вот ко мне какой вопрос, я не обязана вам представляться. Ну, мы же... Нет, подожди. Что значит не обязан нам представляться? Мы звоним в приемную Романа Павловича Плотникова. Ну, как она не секретарь-то? Ну, телефон-то обозначен как приемная Плотникова. Ну, да. Значит, она представляет Плотникова. Что это за бросание трубок? Ну, давай еще раз позвоним. Ко мне какой вопрос? Кто я, да? Да, кто я и представляться не обязана. Анна Андреевна, наверное. Лукина. Время-то рабочее. Организация действующая. РФ пока еще никто не закрывал, не отменял. Не переименовал. И Плотников на официальном месте. Он на официальном месте. Вот она какое-то время назад говорила, что она... Ну, у нас же какие-то записи, разговоры. Тоже есть. Ну, да. Ну, вот. Теперь она не берет трубку. Ну, то есть, она, не знаю, кто, она, это организация, но она совершает преступления по своей же Конституции. Своему же, в кавычках, в законодательстве. Ну, да. И должны решать вопросы. А они пятитысячные дела организовывают оскорбления разных. Номер не отвечает. Разъединения. Да. То есть, они не решили. Ну, тогда это для Международного уголовного суда дело. Сделал бы удержание в заложниках семьи писателя Гановой Людмилы. Политическое убийство писателя Гановой Людмилы в столетии расстрела царской семьи Романовых. В 2018-м она написала открытые письма королю, значит, королю Великобритании, королю Швеции Карлову 16-му Густву. И самовыдуженцам выдвинулась на Нобелевскую премию по литературе с романом «Русская монархия-2010» и привлечения внимания к нелегитимности власти в России и его восстановлении власти в России в монархии Романовых. Она была захвачена людьми с автоматами, за закрытую дверь реанимации и живой бой больше не увидели. То есть, это политическое убийство. Она также говорила о правовой оценке, которая отсутствует в мире. Да, убийство царской семьи. И здесь признание РФ, признание Украины и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть, это геополитическое преступление и преступные войны. Организации РФ. Да, по уничтожению России, американской демократии и их ставленниками, товарищем Путиным, Зеленским и прочими, Макронами, Шольцами, да? Где также была свергнута монархия и так называемая демократическая власть. Идеологическая. Идеологическая, да? Которая поддерживает эти признания убийства легитимной власти и так далее. И ведет, ну, собственно, игру геополитическую, не основанную ни на чем. Основанную на страшном преступлении. Убийство Романовых. Убийство Романовых. Вот что это такое. И эту власть, основанную на так называемом отречении Николая Второго. Хотя это было террористический захват и убийство семьи, детей и наследника. И института светской власти. И института наследственной светской власти в России. Как писала Ганна Людмила, всех им не удалось уничтожить, есть и родственники за границей. И власть принадлежит им и должна быть передана быть мирно им. Семья Романовых имела общемировые связи корни. Да. И наследники у них все же есть. И в Европе. Я написала о мирной передаче им власти в России. Без выборов. Сами должны решить. Кстати, вот то, что официально Дом Романовых и представители Дома Романовых, которые организовали здесь, в РФ, все же должны законные семьи. И собраться сообща решить, кто возьмет корону. Да. Ну, здесь, в демократическом, в кавычках, проекте, да, РФ. И из законных семей, наследников. Да, кстати, они там, по какой-то причине их отлучили. Да, вот эту конкретную. Да. Указ был еще у самих Романовых. Да. Так что, должны решить монархии мира, кто возьмет корону на царство в России. Вот. Ну и, по сути, власть принадлежит им. И именно они должны представлять Россию. Да. Все, что здесь происходит, незаконно. На убийстве легитимные власти происходят. Без правовой оценки этого самого терра-убийства. Вот. И войны, и сто лет уничтожения, и концлагеря эти, да, в России. И активная борьба с этой темой, и информацией, и писателем, и книгой, и семьей. И оскорблением легитимной власти американскими проекциями, невзоровыми и прочими, да. Дискредитировать им нужно. Дискредитация. Да. Она на протяжении столетия здесь процветает. Да. Называют они Романова кровавым. А сами они что устроили? Расстрелы у Петропавловской крепости. Она написала, они говорят это бездоказательно. Да. И оскорбления подобные бездоказательные. Да. Это американская демократия, их проекты кровавые. И до сих пор они кровавые. И до сих пор льется кровь в России и в мире. И начали с красного террора, в котором убиты миллионы людей. Да. Основана на терроре. И пока здесь не будет восстановлена легитимная власть, здесь будет литься кровь человеческая. Вот. Так, 11-19, 8-22 апреля, да, 22 апреля, 8-38-52, Кутгорода 66-74-01, дежурной ФСБ Барнаул. Подскажите нам, пожалуйста, Лукина Анна Андреевна, у нее должность... Она секретарь Плотникова Романа Павловича? Не подскажу, не должность. А кто... Ну, раз приемная, кто в приемной сидит? 63-55-38, разделите, вам скажут. Это что за телефон? Это приемная. Еще раз давайте. 66-63-55-38. И давайте еще повторить, пожалуйста. 66-63-38. Спасибо. 11-22, вот нам дал ФСБ-шник телефон, якобы приемная, хотя там тот, мы на сайте прочитали, да, приемная. И она говорила, что он там... На месте, она с ним советовалась, бросала трубки, да, у нас есть запись 8-38-52-66-63-38, вот, три шестерки. 8-38-52-66-63-38. Набранный вам и номер не зарегистрирован. Вообще интересно, да? Да. 11-27, И, джерурной ФСБ-барнаулу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ а вот номер 35 46 65 там лукина анна андреевна ну раз написано на сайте что это приемная значит от секретарь теперь она уже не говорит то да нужно значит это секретарь а кто еще может приемной сидеть в любом случае она там сидит но теперь он не берет говорила что сидит если я на официальном сайте указан этот модель как официальная приемная да но она не берет так вот еще фсб дежурный барнаул 8 382 66 74 01 что у них там красная сирена включилась фсб дежурный барнаул 22 апреля 24 года так не берут так фсб биск 8 384 44 85 02 подскажите нам пожалуйста 35 46 65 это вот приемная фсб барнаул нет а там вот анна лукина она разве не секретарь а что нужно подскажите пожалуйста плотнику нужно приемная ну там вот приемный 35 36 65 но она говорит что не приемная она не говорит кто она но прошлый раз она даже советовалась с плотниковым а кто там еще может сидеть приемной кроме секретаря ну к плотнику надо нам ну он же официальное лицо в государстве плотников то ну вот но у него же приемная нет я хочу поговорить с ним ну я также по конституции имею право обратиться устно или письменно к чиновнику это право тоже никто не отменял вы знаете федеральный закон об обращении ну то есть вы хотите сказать что к нему невозможно обратиться или к его секретарю позвонить нельзя что ли хотите сказать приемная я понимаю вас вы задавите какой-то вопрос я не могу на него ответить ну вы скажите я ответил делаю тебе обращение телефон дайте фсб России по Алтайскому краю телефон дайте секретаря значит плотникова Романа Павловича директора ФСБ приемный что-то есть 35 46 65 ну вы пробейте у себя там все правильно 35 46 65 да этот телефон да а вот этот 66 63 38 мне в Барнауле дали такого вообще не существует это что за телефон я не могу вам ответить ну такой не существует хорошо существует или нет я не могу вам ответить ну я звонил там система говорит что не отвечает хорошо а почему она трубку не берет значит Лукина Анна Андреевна спрашивайте ну она же должна брать трубку она берет трубку вы не занимаете линию подождите что значит не занимаете линию вообще мы решаем вопрос вот политического гражданства вы не решаете вопрос я решаю вопрос вы бросаете трубки 11 46 22 апреля 24 года да 8 38 52 35 46 65 50 50 50 56 50 50 50 50 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...